Жемчужина из кирпича Экспорт продовольствия, квартирный вопрос и белорусская вакцина Ученые разрабатывают собственный препарат против COVID-19 Готов ли уже прототип? Обо всем по порядку Так будет война или нет? Да, она будет Президент обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию Что ждет страну в ближайшее время На зависть взрослым в Бобруйске открыли современный детский сад Здесь применено это вентилируемый фасад Который защищен керамогранитной плиткой Чем уникальное учреждение Праздник зимнего спорта Бобруйская лыжня 2022 собрала любителей активного отдыха Сколько участников? 76 команд, из них 34 школы Жемчужина города, библиографический указатель об Бобруйской крепости уже в печати Войдет новая информация о формированиях, войдут новые персоналии Какие секреты хранит цитадель? Экологическое бедствие, долой маски и европейская проблема Более 35 миллионов граждан ЕС не в состоянии обогреть свои дома этой зимой В чем причина? Начинаем наш выпуск с главной темы этой недели В пятницу президент Беларуси обратился с посланием к народу и парламенту Дворец республики собрал 2500 приглашенных В зале министры, депутаты, медики, военные, руководители из регионов, блогеры и журналисты Глава государства определил основные направления внутренней и внешней политики страны А также ключевые проблемы и механизмы их решения О поджидании и реальности Мария Бересневич В конференции республики приковано внимание десятков тысяч телезрителей И послание президента к народу и парламенту без преувеличений объединяет всю страну И это неудивительно, ведь во главе угла безопасность и благосостояние белорусов На часах 10.00 в холле многолюдно Журналисты работают в усиленном инфорежиме В преддверии референдума по изменениям Конституции событие имеет особое значение К нему приковано внимание широкой общественности Услышать речь Александра Лукашенко приезжают и гости из регионов Бобруйск представляют 23 человека Председатель горисполкома, депутаты, руководство города, делегаты общественных организаций Безусловно, для всей Беларуси и для делегации города Бобруйска это значимое событие Потому что действительно это достаточно важное мероприятие в плане того, что мы обозначаем, не обозначаем А президент обозначает те основные задачи, которые важны для нас в ближайшее время Сегодня мы находимся в достаточно сложной ситуации с соседями, с Украиной, с Польшей Поэтому, безусловно, для меня важны и вопросы внешней политики С посланием к белорусскому народу и национальному собранию в стенах Дворца Республики Глава государства впервые обратился в 2020-м До этого использовался овальный зал Дома правительства Этот же вмещает более 2,5 тысяч человек Забегая вперед, скажем, свободных мест нет Как будет развиваться страна, из первых уст хочет слышать каждый Мне хотелось бы больше, чтобы развитие получили общественные объединения, политические партии Знаковое такое, значит, это семья Семья и закрепление это в Конституции Отношения мужчины и женщины Я жду главного посыла от нашего президента Чтобы все-таки вот в этот день, в этот значимый день, в день послания Он нам сказал, что мы должны быть вместе Еще раз это повторил И для того, чтобы мы потом в регионах могли это донести Ту силу его духа, силу его слова Для того, чтобы могли в дальнейшем работать еще лучше Для того, чтобы была наша страна более процветающая, сильная И были мы вместе, несмотря ни на что Это второе послание нашего президента, в котором принимаю участие Ожидание, я уверен, что будет конструктивно, по-семейному Все будет пропитано на 100% патриотизмом И ожидаю такого же эффекта, как было сказано Нашим президентам любимую не отдают Очень, во-первых, трепетно присутствовать на таком мероприятии в первый раз От Союза молодежи И очень интересно послушать именно главу государства Перед таким важным событием Молодые люди активно принимают участие в политической жизни нашей страны Очень важно и очень интересно слушать их мнения Для тех, кто не попал в список приглашенных Трансляция на национальных каналах и прямой эфир по радио За звук и картинку отвечают свыше полусотни телевизионщиков 11.00 на сцену выходит Александр Лукашенко С первых секунд президент говорит о безопасности и аргументирует Беларусь подвергается необоснованному давлению Под различными предлогами границам стягивают бронетехнику и устраивают провокации Несмотря на это, наша экономика показывает стабильный рост А государство проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику Так будет война или нет? Да, она будет Но только в двух случаях Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война Мы все как один И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества Веками наш народ боролся за свою землю За независимость и суверенитет Мы получили, мы добились этой независимости И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить Александр Лукашенко заявляет Главное – сохранить людям жизнь И анонсирует, белорусам в течение года предоставят минимум один свободный от работы день Для комплексного амбулаторного обследования Важнейшая задача – ранняя диагностика заболеваний Социальные политики, пристальное внимание На этом, подчеркивает глава государства, воспитывается общество В Беларуси реализуется широкий пакет социальных мер и гарантий Это бесплатное образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение Поддержка уязвимых категорий населения Пособие при рождении и воспитании детей Беларусь входит в 50 лучших стран По показателям эффективности национальных систем здравоохранения Опережая Соединенные Штаты Америки и нашу Россию Находится в числе 25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства Мама, воспитывающая первенца, только социальных выплат Получает на сумму до 12 тысяч рублей в год Второго последующих детей – более 15 тысяч рублей Ежегодно на данные цели из госбюджета направляется более 2 миллиардов рублей Белорусский лидер еще раз возвращается к теме выборов Александр Лукашенко задает вопрос Что было бы с Белоруссией, если бы его не было в августе 2020-го? И поясняет задачу номер один во что бы то ни стало сохранить страну Мы, конечно, не отрицаем В стране есть определенная доля граждан Которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства Другой власти Это нормально, государственная власть – это не шоколад президент Наверное, вы уже попробовали Чтобы всем нравиться Они, как правило, всегда голосуют против Но я этот шоколад забрал, чтобы вам немножко было слаще Понимаю мою жесткую политику и ощущаю Поэтому ешьте на здоровье Президент затрагивает темы исторической памяти, геноцидов в годы войны, отношений с Китаем, интеграции с Россией, IT-сферы, спорта, а также ставит задачи местным органам власти Однако ключевым вопросом становится предстоящее политическое событие Новым субъектом политики станет все Белорусское народное собрание Это будет высший представительный орган в стране, который совместит в себе традиции и лучших практик белорусского народовластия На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вечером Он уже есть, мы ничего не выдумываем Прошло время сделать его конституционным Не будет он конституционным, он все равно будет Вот оно, народная вечер И что мы потеряем? После того, как мы здесь собрались, послушаем друг друга Вы просто услышите и увидите главу государства и сделаете соответствующую выводу Что в этом плохо? Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента Примите вы решение, этот президент пойдет на покой Все, он уже сделал свое дело Соштете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране? Вы скажете Я не забронзовел Вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать Новый проект Конституции вызывает здоровый интерес у белорусов Во время общественных обсуждений собрано около 9 тысяч предложений В топе – темы, которые касаются социальных гарантий, защиты персональных данных и традиционных ценностей Одно из изменений – усиление блока прав и свобод граждан После выступления белорусского лидера свои вопросы задает каждый желающий Само же послание президента длится 2 часа 36 минут В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя будущим поколениям? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща Своё окончательное решение народ примет 27 февраля Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов Итоги недели Отечественные электромобили, центр вирусологии и приятная надбавка С февраля вырастет размер детских пособий Насколько? Громкий заголовь недели Далее в специальном обзоре В стране создадут центр вирусологии Сейчас ученые разрабатывают собственную вакцину против COVID-19 Над этим трудятся ведущие специалисты Прототип белорусского препарата уже готов Он проходит этапы лабораторных исследований И предварительные доклинические испытания на животных Экспорт белорусского продовольствия за 11 месяцев превысил 6 миллиардов долларов Итоговая цифра по году станет рекордной за всю историю независимой Беларуси Задача на 2022-й – еще наращивать внешние поставки Не забывая и о насыщении внутреннего рынка С февраля вырастет размер детских пособий На первого ребенка сумма составит 539 рублей 56 копеек На второго и последующих – 616,64 На ребенка-инвалида – 693 рубля 72 копейки С начала года увеличилась и минимальная зарплата Теперь она – 457 рублей Повысилась и базовая ставка для оплаты труда бюджетников В прошлом году в стране возвели более 52 тысяч квартир Почти треть для белорусов, которые состояли на учете нуждающихся Большинство из них стали новоселами благодаря господдержке Для многодетных – почти 930 тысяч квадратных метров В 2022-м обещают построить еще 4 миллиона квадратов жилья В Беларуси планируют создать опытное производство собственных электромобилей При этом на конвейере будет собираться целая линейка машин Грузовик, минивэн, легковое авто и даже спортивное Сейчас ученые работают над моделями среднего класса Которые предназначены для широкого круга потребителей Условия для счастливого детства На интерактивное и спортивное оборудование А затем, самое главное, ключ от нового дошкольного учреждения Момент истины – перерезание красной ленты Во дворе нового детского сада дорожки, песочницы, качели, деревянные машинки И 13 беседок ровно по количеству групп Общая площадь – почти 18 тысяч квадратных метров Но куда интереснее то, что внутри Учреждение открывает свои двери для 240 детишек от 2 до 7 Строителям понадобилось всего 11 месяцев, чтобы возвести сооружение При постройке особое внимание уделили медицинскому блоку Изоляторы, кабинеты физиотерапии, ингаляционный, процедурный и массажный Основное, что здесь применено – это вентилируемый фасад Который защищен керамогранитной плиткой Которая износостойкость десятилетиями Утепление, санация именно стен, ментплитой Которая позволит энергоемко использовать данное сооружение на сегодняшний день То есть минимальные потребуются затраты на отопление Работают здесь воспитатели и психолог Учителя музыки и физкультуры Всего 21 педагог Плюс скоро появится и дефектолог Каждый день для детей расписан поминутно Развивающие игры, полезный обед и здоровый сон Детский сад уже успел стать для них вторым домом А чем ты в садике занимаешься? Кушаем, спим и рисуем и потом играем А во что играете? Игрушки Мне нравится кушать А чем вас кормят? Кашей Вкусной кашей? А сладкое что-нибудь ешь? Мамилад, когда мы давали Особое внимание творческим способностям малышей В музыкальной комнате с детьми поют, танцуют и устраивают концерты Кто знает, может скоро и здесь зародится маленькая звездочка Спорт обойти стороной нельзя Под него отведены два зала Физкультурный и гимнастический Здесь же и все необходимое оборудование Также в учреждении есть бассейн, рассчитанный на 20 малышей У нас работает руководитель физ. воспитания по плаванию Организуются занятия с детьми один раз в неделю Дети от 3 до 7 лет Планируется организация платных образовательных услуг Тоже здесь у меня 3 до 7 лет Ориентировочно 2,40 будет стоить Учреждение не просто современное, но еще и эстетически оформленное Первое, что бросается в глаза – стены, рисунки, фотографии И даже стенд, посвященный бобруйским предприятиям Мы сегодня присутствуем при открытии действительно не просто детского садика А действительно детского центра Где нашли возможность педагоги реализовать максимальные возможности Которые сегодня в их арсенале есть Вся та образовательная среда, которая на каждом сантиметре даже коридора присутствует Она ярко о чем-то говорит Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями Есть пандус и два лифта Плюс воспитатели занимаются с ребятами с нарушениями опорно-двигательного аппарата Каждому особое внимание Сейчас здесь три таких малыша Всего в городе 4 учреждения, на базе которых организована подобная группа Приходит ребенок веселый, обратно уже в садик хочет везти Нравится тут ребенку Тут воспитатель хороший, заведующая хороший И рядышком живем И водить сюда ближе, чем мы раньше водили Отдельного внимания достоин кабинет безопасности Такие есть и в других школах Но именно в этой собрана информация обо всех МЧС, ГАИ, Красный Крест, Освод, Горгаз и Скорая помощь Раз в неделю к малышам заглядывают сотрудники организаций и проводят уроки В остальное время с детьми занимаются воспитатели Класс полностью интерактивный От рисунков на стенах до костюмов экстренных служб Здесь малыши могут примерить на себя роль, например, спасателя Или врача Но главное в игровой форме узнать все о безопасности Напоследок пожелания новому учреждению Оставить запись в книге почетных гостей Уже традиция и один из первых памятных моментов В городе сегодня замечательный праздник Конечно, праздник вдвойне для Первомайского района Потому что благодаря поддержке нашего президента Мы сегодня открываем новый детский сад Сказать, как он важен сегодня для седьмого микрайона Наверное, это будет мало Потому что мы сегодня говорим о том, что Основная масса жителей, которая живет сегодня в новом микрорайоне Это многодетные семьи Микрорайон продолжает расти и развиваться 35-я школа, 84-й и 85-й детские сады Бассейн, фок, километры многоэтажек Игровые площадки и прогулочные зоны В Бобруйске создают все условия Чтобы молодые семьи строили свое будущее в комфорте Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка Итоги недели Детский возраст – это, конечно, беззаботное и счастливое время Но, к сожалению, бывают и трудные моменты Как раз на неделе в Бобруйске Обсудили преступность среди несовершеннолетних Вопросы рассмотрели сразу в двух администрациях города Специалисты подчеркнули Правонарушения у подростков могут быть самыми разными Насилие, жестокость и вандализм С такими ребятами проводится профилактическая работа Дети – это самая уязвимая группа населения Они могут стать жертвами преступлений в силу своей доверчивости Неопытности, так и сами могут совершать ряд различных преступлений Поэтому хочется, чтобы вы, как родители, показывали им на личном примере Как нужно уважать закон, соблюдать его У нас в прошлом году произошел незначительный рост на одно преступление Из них ребятами, которые проживают на территории Ринского района Совершено 4 преступления из 10 По статистике, каждый третий случай – хулиганство Нередко фиксируются и угоны машин, а также незаконный оборот наркотиками и психотропами В Беларуси по итогам прошлого года Преступность среди несовершеннолетних осталась на том же уровне, что и в 2020 Зафиксировано почти 1400 правонарушений Большой зимний праздник Бобруйская лыжня 2022 собрала более полутысячи любителей активного отдыха На лыжи встали все – от руководства города до школьников Команды выясняли отношения на двух дистанциях – 1200 и 800 метров Хороший тон задавали творческие коллективы города Карина Гуреевича соревнования для души, а не ради победы Бобруйская арена – на часах 10 утра, за окном минус один К ледовому дворцу стекаются десятки горожан Всех позвала лыжня Проводится она ежегодно, поэтому ее смело называют хорошей традицией Планы у всех разные – одни пришли за победой, другие – просто весело провести время Самое главное – то, что люди сюда вышли с задором Все наши коллективы, наши предприятия города Бобруйска Конечно, победить сильнее, но самое главное – что здесь будет побеждать дружба Команды готовятся к старту В 2022-м Бобруйская лыжня собрала свыше 500 участников Это госслужащие, работники предприятий и организаций, учащиеся школ и колледжей Воспитанники подростковых клубов Для взрослых подготовили дистанцию в 1200 метров Куда ж без наших любимых ветеранов и любителей лыжного спорта Но это уже они именно в личном участвуют, там личный зачет идет А все остальные – это командные соревнования Среди участников и бобруйские медики Ежегодно команда в числе лидеров – это неспроста Специалисты о пользе спорта знают не понаслышке И не только призывают вести здоровый образ жизни, но и сами подают пример С огромным удовольствием также пришел, прокатился, получил заряд энергии И еще чуть-чуть здоровья Это великолепно, такие праздники, праздники здоровья Они замечательны, на пользу всем И, безусловно, создают позитивное настроение Я от души всех поздравляю с этим праздником Желаю, безусловно, крепкого здоровья, мира, добра, получия, успеха во всем Бобруйская лыжня – в первую очередь праздник, на котором можно активно отдохнуть И здесь организаторы позаботились обо всех Например, для тех, кто замерз или проголодался, установлены торговые ряды А у кого нет собственных лыж, работает прокат Какие эмоции? Замечательные Огромный позитив Море положительных эмоций Очень рад, что пришел на данное мероприятие, что оно состоялось Бобруйская лыжня – это еще соревнования Команды разбиты на подгруппы Так в категории органы госуправления бронзу взял Бобруйский горы с полком Серебро у спасателей, победа досталась медикам Мне все понравилось, езжу не первый год В этом году было немножко легче Атмосфера была совсем веселая Поэтому проехались, хоть и погода нам не очень запустила Настроение хорошее, поэтому приходите, катайтесь, все здорово Пока в одной части арены взрослые стремятся к финишу В другой дети только готовятся к старту Для школьников организаторы подготовили отдельную трассу – 800 метров Ребята усердно тренировались и, ожидаемо, ставят личные рекорды Как вообще забег прошел? Ой, ну вообще очень хорошо, так заморозно Правда, немножко скользко, но в целом очень хорошо прошло Я думаю, выложилось на полную и, может, что-то и займем Пытался в основном в школе, на физкультуре Иногда там с некоторых уроков отпрашивался Специально, чтобы на лыжах поездить, на соревнования, потом поехать Я хотела немного быстрее ехать, но, получается, лыжи цеплять Но все равно постаралась Популяризация спорта и удовольствия – смысл праздника И олимпийский принцип, где главное участие, действительно актуален Бобруйская лыжня 2022 – уже история Где есть победители и призеры, но точно нет проигравших Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин Итоги недели В ногу со временем в Беларуси упростят прохождение техосмотра В частности, планируют создать мобильное приложение для регистрации на определенный день и время Это поможет избежать очередей Уже сейчас для удобства работает онлайн-запись Заходите, выбираете на карте диагностическую станцию белого техосмотра И записывайтесь, вносите свои данные Телефон И вам приходят смс-подтверждения И записывайтесь на удобное вам время В 2020-м на Бобруйской станции диагностики белого техосмотра Допуск участия в дорожном движении получили 6000 автомобилей В 2021-м – два раза больше Такой скачок связан с отвязкой процедуры от обязательной оплаты госпошлины На смену ему пришел транспортный налог На основе реальных событий Готовится переиздание книги, которая могла бы составить конкуренцию остросюжетному историческому роману Библиографический указатель «Бобруйская крепость» вчера-сегодня-завтра уже отдан в печать Татьяна Гурубыч раскрыла авторские секреты Первое издание о Бобруйской крепости увидело свет в 2012-м – к 200-летию памятника архитектуры Книга вызвала неподдельный интерес не только у историков и краеведов, но и у широкого круга читателей В ней собрана уникальная информация о жемчужине и людях, чья судьба с ней неразрывно связана Идею переиздания Светлана Калюта и Татьяна Голубева вынашивали два года Штудировали архивы, собирали материал И свершилось – сборник уже отдан в печать Войдет новая информация о формированиях, войдут персонали новые, например, как Сорокин Потому что у нас появилось такое понятие, как башня Сорокина Мы об этом прежде не знали, и наши дети, и учителя истории тоже не знали Войдут стихи наших бобруйских поэтов о крепости Ну и так, и карты-схемы, которые тоже не входили в первое издание Первая книга разлетелась, как горячие пирожки Не осталось даже авторских экземпляров Новый проект уже ждут более сотни человек, причем не только горожане К слову, 2022-й для бобруйска особый, он отметит 635-летие Авторы уверены, их творение станет хорошим подарком малой родине Символично издание выходит в год исторической памяти И бесспорно внесет свой вклад в осмысление великого подвига белорусского народа Во времена ратной службы и мирного труда О цитадели на Березине можно говорить бесконечно Крепость сыграла определяющую роль в формировании улиц города Бобруйска Дело в том, что крепостей на территории Белоруссии у нас почти нет И все улицы, которые образовались потом, отходили от крепости Образовалась так называемая радиально-кольцевая система города Это является изюминкой нашего города Бобруйска Такого расположения улиц в Белоруссии, в белорусских городах больше нет Бобруйская крепость была гордостью Российской империи Самым мощным в Европе оборонительным укреплением начала XIX века В 1812-м цитадель приняла основной удар армии Наполеона А после отхода русских войск и генерала Багратиона Гарнизон четыре месяца сдерживал осаду французов При возведении сооружения использовался кирпич-сырец Который должен был год пролежать на стеллажах Только потом его обжигали Предполагалось, что в состав стройматериала Входил яичный желток и речные раковины Однако экспертиза показала, что это не так Залог прочности, конопляное масло и добросовестность мастеров В 1820-х-30-х в крепости служили организаторы декабристского движения Именно тут был разработан легендарный план захвата Александра I Который так и не осуществился В годы Великой Отечественной здесь располагался немецкий концлагерь Для советских военнопленных В котором погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей Начиная с 1812 года, наверное, все войны, которые случались в Российской империи В более поздний период, они нашу крепость не обходили стороной И так или иначе, даже если здесь не было военных действий То во время Первой мировой войны Здесь формировались те полки, те воинские части, которые уходили на фронт Горожане гордятся фортецией, которая, по мнению белорусов, стала одной из семи чудес страны В 2002-м памятник архитектуры внесли в государственный список историко-культурных ценностей Крепость, склад, политическая тюрьма, госпиталь, концлагерь и казарма Чем только не служила Бобруйская твердыня Сейчас здесь проводят экскурсии и снимают кино А стены укрепления в ожидании реставрации Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, итоги недели В гости Пекина нет ограничений и новый способ передвижения Автомобилю теперь разрешено летать над Братиславой, вместо чего его будут использовать Далее обзор громких заголовков мировых новостей Более 35 миллионов европейцев не в состоянии обогреть свои дома этой зимой Им приходится выбирать между платой за отопление и покупкой еды Плохая теплоизоляция помещений, низкие доходы и рост цен на топливо Главные причины сложившейся ситуации Продолжающаяся пандемия также усложняет проблему Дания станет первой в Евросоюзе, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом С февраля COVID-19 исключат из списка заболеваний, которые являются критически опасными для общественности Буквально в декабре страна ввела мягкий локдаун Плюс была ускорена бустерная вакцинация Двумя дозами привиты свыше 80% граждан Тремя – около 60% В Перу экологическое бедствие В океан попало около 6 тысяч баррелей нефти Режим чрезвычайной ситуации введен сроком на 3 месяца Доступ на 21 пляж запрещен В ликвидации последствий принимают участие около 1500 человек Прокуратура начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде Олимпийские деревни в Пекине начали принимать первых гостей Уже заехали представители более 20 стран Из-за строгих антиковидных мер все прибывающие за рубежа будут помещены в так называемые пузыри К настоящему времени среди атлетов заразившихся не обнаружено Напомним, зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля, а паралимпийские – с 4 по 13 марта Автомобилю теперь разрешено летать над Братиславой Словацкая компания получила первый европейский сертификат авиационной безопасности для своего гибрида машины и самолета Двухместный прототип осуществил уже более 200 взлетов и посадок А общий налет превышает 75 часов Разработчики надеются, он станет энергоэффективной альтернативой вертолетам Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин